всем огромнейший привет дорогие мои друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня я хочу продолжить свой обзор моего оракула уже оракул завоевал любовь многих тарологов оракул называется судьба в моих руках этот оракул вышел в двадцать первом году к нему я написала книгу книга инструкции и в книге подробно описано каждая карта оракуле всего 120 карт в предыдущих обзорах я нашла до уже 60 карты и сегодня мы продолжим с вами разговаривать о следующих 20 картах я хочу вам о них рассказать какие сюжеты взяты были за за основу значения каждой карты как в принципе с ними работать и так карта кинжал 61 карта карта кинжал и сюжет для этой карты взят из репродукции картины которая так и называется кинжал на этой картине изображен самый дорогой в мире кинжал который стоит миллион долларов этот кинжал изготовлен из чистейшего золота а изготовил его великолепный мастер бастер военским который родился в 1942 году в кимберли штат невада и этот оружейный мастер посвятил свое основное занятие гравировки и изготовлению очень дорогого эксклюзивного оружие холодного оружия и вот в частности это коллекционные экземпляры которые разошлись со временем по всему миру и владельцами являются и шейхи и шахи короли королевы и султаны и вот на картине именно самый дорогой нож в мире стоимость которого 1 миллион долларов основное значение карты вообще зависит ли значение карты от типа кинжала прежде всего конечно это знак силы естественно конечно чем угрожающе будет выглядеть оружие тем и значение карты может быть более ярко выраженная жесткости решительности относительно вопрошающего но тем не менее кинжал может быть представлен как просто холодное оружие коллекционное холодное оружие это может быть кортик морской это может быть совсем простой и дешевый кинжал которыми ну скажем так рыболовы разделывали и рыбу в том числе да это прежде всего знак силы отваги власти стойкости преданности военному делу мы знаем с вами что пираты носили свой знакомый всему миру знак на себе как и свой флаг это были очень отважные ребята в которых не занимать скажем так решительности и смелости изображение кинжала которые пронзает тело человека говорит вообще о духовной ране но это как раз таки не тот кинжал и кинжале могут быть изображены капли крови здесь на этом кинжале такого нет иногда на кинжалах могут наноситься инкрустации в виде цветов иногда пишут инициалы владельцев поэтому вот как кинжал будет изображен то в принципе интерпретацию и можно будет применять карте в данном случае это кинжал богатого человека это власть это сила это отвага стойкость преданность верность это человек разума человек состоятельный это очень решительные правильные действия это карта которая будет характеризовать человека очень очень скажем так стойкого решительного и твердого то есть сказал как отрезал он прямой настойчивый это главное определение черт характера вот владельца и кинжал может нести и не явный но скрытый смысл чистоты освобождение от каких-то материальных вещей очищение разрыв с плохим прошлым все ограничения снимаются и открываются огромные возможности символ кинжала может быть как одноцветным так и многоцветным то есть одноцветным это в том смысле когда мы с вами четко даем определение характеристики человека так и его многогранность потому что кинжалы могут использоваться многогранном кинжалы можно использовать в обрядах и кинжал всегда считался данью предкам для которых нож был больше чем какое-то орудие кинжалы кинжалы клали в колыбель детям чтобы отгонять злых духов в могилу к умершим в знак большого к ним уважения и по сути вообще кинжал сопровождает человека ну практически всю его жизнь особо это касалось мужского населения и это конечно прежде всего это стойкость характера это мужественность это такая правильная упертость и значение кинжала как холодные острые и неудержимы будет ну дальше выражать и без слов какие-то подсознательные явные эмоции относительно того или иного человека вот такая вот карта была кинжал следующая карта это карта у нас идет колдун вот такая замечательная карта такую прекрасную я картину подобрала сюжет для этой карты взят из картины колдун написанная в 1978 году американским художником иллюстратором доном майцем это американский художник фантаст которые коммерческих художник фэнтези которые иллюстрирует очень много журналов книг посвященных магии колдовству мультипликации художественным произведениям он дважды выигрывал премию хьюга как лучший профессиональный художник в области именно научной фантастики ну значение основное значение карты это в первую очередь отцы у нас колдуну чародею ведуну магу волшебнику заклинателю человеку который практикует магию для скажем воздействия на людей или на природу получение каких-то знаний мудрости посредством каких-то сверхъестественных явлений также эта карта может характеризовать женщину занимающийся колдовством это ведьмы это ведуньи это знахарки это зеленые ведьмы карта будет подталкивать вас к тому чтобы вы включали мозги и сопоставляли факты которые помогут вам четко разобраться в определенных деталях будет ли вас заблуждение либо действительно вам помогают высшие силы и вы можете обратиться к магам колдунам либо вы сами таким являетесь колдун может говорить о том что вашим сознанием могут манипулировать и стоит задуматься кому выгодны такие манипуляции в первую очередь вам или тому кто вами молит манипулирует если кому-то нужны чувства которые ослепляют и убирают возможность мыслить не придято то колдун просто хочет чтобы вы влюбляясь или завязывая какие-то отношения вели себя и человека к венцу или рождению детей к строительству дома фирмы перестали видеть в человеке средства или вещь для использования и стали скажем так более гуманные более рассудительные колдун это не просто любовь это способность любить потому что сами колдуны они против наведения порчи заговоров настоящие колдуны они работают в белом аспекте и они пытаются подарить любовь раскрыть человеку глаза и колдун напоминает что для того чтобы любовь длилась вечно нужно что-то делать вкладываться чтобы и вы и ваш партнер могли усовершенствоваться и продолжить вот этот совместный жизненный путь то есть он просто помогает вам раскрыть глаза на происходящее следующая карта эта карта колокола за основу данной карты я взяла вот такую прекрасную картину художника малякина ивана васильевича это художник из пензы считайте практически наш современник и основное направление его художественное творчество это изображение церковных колоколов церквей храмов и изображение природы с фонами православных церквей основное значение карты заключается в следующем то есть символическое звучание колокола вообще может отличаться большим разнообразием и в одном случае этот веселый перезвон колоколова может вещать о каких-то счастливых событиях в жизни людей это может быть свадьба это победа а например другой звон тревожный набат например сигнализирует о какой-то предстоящей опасности печальный звон может раздаваться на похоронах в другом контексте звук колокола это просто отметка уходы уходе времени то есть время идет проходит что-то одно и наступает что-то другое отсюда и символическое значение победы опасности смерти времени вестником которых и является сам колокол то есть колокол это вестник в первую очередь кроме того во многих традициях звон колокола ассоциируется с каким-то божественным глазом а его язык с языком проповедника вот доносящим до людей вот истинно правильное слово и в различных религиях символика колокола тоже будет трактоваться по-разному иногда даже абсолютно диаметра противоположная в некоторых религиях отношения колоколу наиболее возвышенное то есть китайцы его звуки могут слышать космические гармонии и последователи индуизма например и ислама воспринимают колокольный звон как биение божественного сердца а в тибетском буддизме он призывает к вниманию и послушанию заповедям будды ну вот в системе мантики представленная вот в данном случае гадальными картами эмблемами колокольчика символизируют именно приятную весть ожидающие человека и вот корни этого значения вполне очевидные но если этого все-таки как бы недостаточно то колоколу можно дополнительно выкладывать карты для более подробного объяснения какие конкретно вести могут ожидать человека и в каких событийных моментах далее две карты идут это король и королева 64 65 карта как видите карты взяты мной абсолютно практически идентичные и я выбирала именно картины таким образом чтобы король королева при раскладах могли либо смотреть друг на друга и создавать пару либо наоборот они будут смотреть в противоположные стороны отвернувшись друг от друга за основу карты короля я взяла сюжет из картины портрета людовика тринадцать восемнадцатого 1755 1824 года из династии бурбонов величайшего французского художника франсуа паскале симона жерара шикарнейший портрет просто превосходный давайте наверно вот я ему ближе покажу эту карту во всей красе на троне выседает король и соответственно королева карта королевы карта королевы сюжет взят мной у картины величайшего художника франциска ксавьера королева виктория 1859 год и эти карты естественно будут картами партнерами потому как они будут олицетворять двух людей зрелых людей которые имеют уже серьезное состояние большой жизненный опыт за своей спиной это люди которые находятся в паре это люди которые имеют не только богатейшее состояние в прямом смысле слова но и богатейшие образование и полученное не только стенах своего государства но и за рубежом как правило королевские королевским особам уделялось большее внимание для получения образования тайных знаний и многих наук которыми они владели и эти знания не были доступны простым людям поэтому относительно качественно получения качественного образования здесь можно четко сказать что это образование было получено на высочайшем уровне это люди достаточно уверенные в себе занимающие очень высокий государственный пост именно не коммерческий а государственный пост это люди медийные потому что и король и королева они всегда практически находятся на виду под прицелом прессы за ними постоянно наблюдают это люди которые должны и ведут и хотят вести светский образ жизни это люди которые часто устраивают у себя приемы и благодаря этим приемом происходит расширение сфер общения знакомства подписываются договора контракты и это люди которые берут на себя ответственность принимать самые важные глобальные решения от которых зависит в последующем жизнь благосостояние очень многих людей вот такие карты вот такие особы на двух картах и значение этих карт король и королеву дальше следующая карта 66 карта кошка мне очень понравилось вот эта великолепная кошечка беленькая с разноцветными глазками и сюжет картины взят из картины сюжет для карты взят из картины нашей современницы из украины олеся ермолаевой и так и называется белая кошка с разными глазами кошка это такое мистическое животное которым можно говорить очень очень много и нагадательных практиках всегда символизируют скрытые стороны личности вот глубинные тайны какого-то нашего подсознания и личностные страхи и переживания с которыми нам предстоит столкнуться вот в реальной жизни чтобы пройти какую-то кармическую отработку и кошка конечно в гадании всегда обозначает что ваши худшие предположения и мысли могут все-таки воплотиться в реальности и очень многое зависит как обычно от положения символа относительно того какие карты будут у нас соседствовать в раскладе с картой кошка кошка рядом с позитивными символами говорит о ваших сомнениях и страхах которые могут стать причинами неудач а например появление кошки между парными символами например кольцами цветами птицами означает что вы можете наоборот пройти мимо своего счастья упустить удачу как бы кошка она проскальзывает между вот этой парой заветной кошка без других символов может обозначать и душевную болезнь вызванную сильным потрясением это может быть упадок сил это может быть фобии депрессии в гаданиях кошка может еще означает тайную любовную связь может означать появление соперницы прохождение какого-то негативного кармического опыта этот символ всегда будет связан с вашими негативными качествами которые в любом случае нужно корректировать и сглаживать она будет вам указывать указывать на ваше качество вот именно негативные ваши стороны и лучшая рекомендация вот в случае появления карты в раскладе это уединение для духовного очищения это пост это медитация это практика это работа над собой это какая-то трансформация это то что поможет вам восстановить силы и вернуться скажем в том состоянии при котором вы найдете стабильности душевный покой вот такая наша кошка дальше карта кузнец карта кузнец сюжет для этой карты я взяла из картины ближайший величайшего художника педро пабло рубенса вулкан выковывающие лучи юпитера эта картина была создана между 1636 и 1638 годами и картина это сейчас хранится в музее прада когда-то эта картина использовалась для украшения тора до прада по заказу филиппа четвертого в котором также участвовали другие учителя такие же как веласкес это иллюстрация представляет собой такой греческий идеал согласно которому огонь сошел с небес вот виде молнии и основная суть карты это духовная мудрость это наставничество это владение тайной материальный труд высокого духовного человека который готов по сути помочь и другим это человек милосердия человек который может прощать это учитель это карта необходимости совета от мудрецов это большая прибыль удача это успех через тяжелый труд через познание это наука ритуальность это скрытая сила и энергия это также может означать и скорая дорога и неожиданные средства из источника вот как молния которая сниспадает с небес виде огня по легенде этой карты также вот это будет приятная такая скрытая поездка энергия которая даст вам вот этот источник доходов о котором вы даже принципе не мечтали это удачное и быстрое разрешение дел это исполнение желаний а для женщины которая гадает скажем так на супружество это быстрое супружество это хороший надежный партнер далее карта у нас куртизанка сюжет для этой карты я взяла из картины величайшей французской художницы марии женевьевы бульяр это ее автопортрет мария бульяр в образе аспазии мария женевьева бульяр родилась в париже в 1763 году была французской художницей которая в основном писала портреты она была прекрасной ученицей жанна батиста грезе и жозефа дюплесси и ее автопортрет аспазия был изготовлен в 1794 году он был выставлен в парижском салоне в 1795 году где получил приз ее картина это портрет актрисы вернее мадмазель была в книгу включена в 1905 году великие художницы мира основное значение карты куртизанка это женщина легкого поведения вращающиеся естественно в высшем свете ведущая светскую жизнь и находящаяся на содержание богатого влиятельного любовника вот прямое значение это и будет показ вот этой характеристики карта сама будет предупреждать об обмане и куртизанка значит в реальной жизни чтобы вы в ком-то не сильно ошиблись ваш партнер может прибегнуть к обману или вы сами в сознании в реальной жизни можете тоже поддастся сознательно обману вот такая вот карта куртизанки карта маска очень она мне нравится эта карта сюжет для этой карты я взяла из картины венецианская маска нашего современника алекса левина который родился в 1975 году в киеве сейчас он живет в израиле и продолжает свою деятельность в качестве художника работает в реалистическом и сюрреалистическом стиле пишет масляными красками темперой крилом карандашом и его работы они представлены во многих странах мира в том числе в сша израиль и швейцарии бельгии франции италии и находится либо в корпоративных либо частных коллекциях основное значение карты карта предназначена для тех случаев когда вы только начинаете встречаться с новым партнером когда вы еще не очень хорошо его знаете и не уверены в его чувствах и не понимаете истинных отношений к маму вот это маска так как раз таки какая-то скрытая реальность в гадании маска раскроет характер интересующего вас вчера человека и покажет его истинное к вам отношение то есть за самой маской к этой карте можно добавить реальную карту и посмотреть что же скрывается за этой маской но благодаря этой карте вы поймете что до конца с вами не раскрылся и для определения истинного лица партнера прекрасно подойдет отличный расклад маска который можно будет сделать скажем из нескольких карт и охарактеризовать того человека на которого вы в принципе и задаете вопрос опять-таки это тайна это скрытая реальность это неразгаданность это то что от вас скрыто это то что вы пока не можете увидеть и почувствовать до конца это все маска следующая карта карта которая всегда приводит и приводила меня величайший восторг эта карта я ее назвала мать сюжет карты я взяла из картины величайшего художника леонардо да винчи мадонна литта картина написана в 1490 1491 годах картина находится государственном музее эрмитажа название картины происходит от миланского семейства литта собрание которого она находилась большую часть 19 века эта картина леонардо да винчи относится к числу произведений с появлением которых открылся новый этап в искупстве ренессанса утверждение силе стиля высокого возрождения и картина названа по фамилии своего прежнего владельца герцога антуана литта конечно ключевые слова для карты мать это и есть родная мама в первую очередь это родственные узы связь с матерью но кроме скажем так родственного участия к этой карте применимы такие слова как природа земля плодородие урожай это карта которая открывает нам рост цикл действия мудрость щедрость шарм чувственность любовь мать говорит в любом случае о жизненной силе зарождение чего-то нового все дела идут к развязке а значит совсем скоро человек узнает какая ожидает его судьба в некоторых случаях карта может обозначать скорое бракосочетание зачатие ребенка картом мать это самая хорошая карта которую можно предположить в ее значение в общем трактате есть все основания радоваться у человека появится удовлетворенность у матери не видно невероятная энергетика просто баснословная а значит все дела которые просто лежали мертвым грузом будут неожиданно завершены и завершены очень удачно естественно карта будет свидетельствовать от плодовитости и скором браке если вопрос об этом стоит личные взаимоотношения идут к значительным переменам возможно даже это будет напрямую связано и с рождением новой жизни сердечные дела действительно будут складываться замечательно для тех людей которые являются неженатыми или незамужными эта карта обещает скоро брак вот такая карта мать следующая карта это у нас карта материнства сюжет для этой карты взят мной из прекраснейшего великолепнейшего шедевра рождения венеры итальянского художника тосканской школы сандро ботичели и чтобы вы сами представляли какой шедевр огромный по размеру хранится в галерее уфице во флоренции я вам сейчас озвучу метр семьдесят два на два семьдесят восемь вот такой вот размер этого шедевра который хранится в галерее значение карты вот в отличие от предыдущей например если карта мать означает саму женщину которая уже имеет ребенка детей то карта материнства может показывать как благоприятное время для зачатия планирование ребенка выздоровление например той же самой женщины от бесплодия это зоркая физическая форма у женщины и женское здоровье отсутствие гинекологических заболеваний но также и нежелательную беременность выкидыш бесплодие тяжелые роды если рядом будут соответствовать карты в раскладе которые будут предупреждать ее о негативных последствиях это психологическое состояние женщины которая готовится к беременности это карта которая может предупреждать о возможных сложностях в рода разрешений обязательно нужно правильно правильно задавать вопросы и смотреть окружающие карты относительно самого состояния материнства и готовности стать матерью вот об этом эта карта будет нам гласить следующая карта карта называется мудрец сюжет карты я взяла из картины лесной царь всеми известного на нашего современника андрея алексеевича шишкина родился он в москве 1960 году и там же он и живет и работает частной студии и живописью занимается более 20 лет специального художественного образования нет но тем не менее как вы реально видите это талант это действительно дар свыше и картины этого замечательного художника использовались очень-очень многих для иллюстрации очень-очень многих книг изданных не только на территории российской федерации но и за рубежом мудрец связан с независимостью и самопознанием но на качестве на другом витке спирали этот архетип про ум разумное понятное и абстрактное мышление про умение анализировать и синтезировать полученную информацию мудрец может прекрасно объяснять все что уже перешло в разряд известного для него чтобы его не спросили он может подать информацию таким образом чтобы что всем и всегда все будет предельно четко и понятно но это не просто мой мудрец это мудрец-отшельник который живет отдельно он не то что из бы избегает общество нет он может черпать новое знание только тогда когда он находится в одиночестве помогает выдвигать независимые суждения здоровую критику скептически относится к какому-то неизвестному мудрец это мудрость ума которая основанная на милосердии это всеобщий духовный авторитет это поиск глубинного смысла жизни это проверка нравственной зрелости это намерение заключить тот же самый брачный союз абсолютно обдуманный это укрепление доверия партнерской близости это опять-таки наставник духовник учитель это мудрость от предков это консерватизм приверженность каким-то обрядом традициям это все мудрец и данная карта будет символизировать право свободного выбора соответствовать тому что ждут и требуют от нас другие люди или действовать исходя из каких-то своих глубинных пониманий собственного быть я и собственной жизни то есть ваше право выбора вот это карта мудрец следующая карта карта наказанием такая карта наказания у нас сюжет для карты я взяла из картины время подрезать крылья амуру написанная в 1694 году величайшим художником пьера миньяра и данное произведение искусств находится сейчас и представлена в залах лувра в париже античные поэты и писатели постоянно твердят о жестокости бога эрота о том что эрот не знает жалости что эрот наносит какие-то неизлечимые раны заставляя людей совершать самые безрассудные поступки и доводит до какого-то преступления а у древнегреческого поэта анакриона есть несколько даже прелестных стихотворений на эту тему и я настоятельно советую вам с ними ознакомиться основное значение карты будет заключаться в том что это действительно динамическая карта и происходящее по ней события будут развиваться стремительно и очень болезненно она связана с быстрым искуплением кармы не нечто подобное будет происходить в восточных типах обучения когда наставник а здесь в частности наставник как раз рот проводит ученика через боль и активное переживание к учению и к просветлению и по этой карте идет очень сильный и быстрый личностный рост она не позволяет вопрошающему сидеть спокойно основное изучение это обретение силы через боль и самоотречение через наказание через искупление и через расплату для некоторых людей нужно действительно как бы пронести их через наказание через боль и через какую-то мясорубку для того чтобы они вынесли правильные выводы и вынесли и для себя уроки жизни это исполнение долга и отказ от чего-либо сознательно все было чего-то необходимого это мучительный и болезненный путь который никогда не бывает легким принимаемое наказание потери или страдания отказ от чего-либо это прекращение действия страдание причем состояние мучительно для обоих партнеров если вы находитесь в каких-то отношениях то есть вы друг другу приносите страдание возможно один абсолютно осознанно это делает и может быть даже получает удовольствие от причинение более или обретение вот этого венца мученика когда его мучают это вот со зависимые отношения это жертва жертва добровольная вот об этом будет вот эта карта следующая карта карта нищий сюжет для карты я взяла из картины нищий старик которая была написана в 1808 году василием кузьмичом шибуевым русским живописцем действительным статским советником академиком он работал над росписью казанского собора и портрет художника вот старика очень понравился графу строганову и в конце концов строганов купил портрет нищего для своей коллекции основное значение карты карта нищий будет выступать символом беспокойства это может быть мотивационная тревога деловые сложности очень большие нагрузки большая ответственность а также это может быть и беспричинные строги фобии депрессии при этом карта может выпадать таким людям которые склонны жить ощущениями одним днем без четких планов и расчетов на будущее поэтому они не могут скажем так на будущее сделать свой определенный капитал для того чтобы не впасть вот в это нищенство причем нищенство как моральное так и материальное положительном аспекте карта может означать период испытаний назначение которого подготовить человека к новому какого-то этапу существования и развить и укрепить его душевно в первую очередь проявить терпение осознанность самоограничение и выдержку в гадании например на любовь и отношения карта говорит они о недоверии от того что нету полноценной отдачи от партнера это упадок сил создавать эти отношения дальше неуверенность в том что человек действительно искренне относится к тебе это нищенские отношения как таковые не в брак не в плане материализма а в плане духовно-моральных отношений трактовать карту нищий как знаменование провала не стоит она может только предупреждать о том чтобы вы были осторожны и давать вам возможность не допустить скажем так этого кроме того не устойчивость самой картины в которую вы можете попасть вот этой жизненной картине она может затянуться достаточно надолго и это может говорить о том что вот это нищенство которое вы будете испытывать в последующем вам даст очень хороший урок к тому чтобы в последующем быть более умным расчетливым и предусмотрительным вот об этом у нас идет карта нищий следующая карта эта карта одиночество я почему-то ее именно такой и представляла и когда я увидела вот этого великолепного клоуна из картины нашей современницы в юговой римы николаевны я сразу реально поняла что именно вот эта картина должна называться у меня одиночество когда я вижу вот этого одинокого клоуна держащего маленького беленького котенка на своих ладошках да на карте изображен грустный клоун которого после выступления дома ждет только этот маленький домашний питомец на арене да он среди людей ему аплодируют и вызывают на бис он купается в лучах прожекторов детский смех у него самого вызывает улыбку теплоту в сердце но когда представление закончена снят грим он возвращается домой туда где его ждет только этот маленький котенок а завещая тишина в стенах его жилища давит на грудь и одиночество мертвым грузом оседает его сердце обычно эта карта будет выпадать интровертом которые не будут склонны поддаваться влиянию внешних обстоятельств чувствующих себя уютнее в состоянии замкнутости одиночество символизирует единство земного и небесного поиск жизненного пути какой-то определенной цели во многих случаях карта может намекать и на успех таких поисков но тот факт что человек найдет на этом пути еще и учитель и наставника а также появление карты одиночества может говорить о том что человек имеет твердую идейную позицию в жизни какую-то выверенную систему ценностей и умеет держать слово как перед другими людьми так перед самим собой возможно даже только потому что это человек чести возможно поэтому он и одинок что увы его окружение не совсем его чувствует относительно его порядочности карта указывать может на необходимость уединения то есть когда она выпадает да может быть вам подсказка что вам нужно разобраться в себе и побыть немножко наедине в любовных отношениях это свидетельство о том что вы одинокие вы не чувствуете партнера рядом с собой на которого можно положиться это одиночество вдвоем карта одиночество может даже утверждать что гащик гадающий нашел себе идеального партнера подлинную половинку вот как этот клоун нашел этого котенка и у них вдвоем гармония но гармония не на равных увы это ошибочная гармония вот об этом карта одиночество с великолепным клоуном очень она мне нравится очень душевная карта и глядя на этого клоуна почему-то вот всегда у меня разворачивается какая-то такая еще философская сторона карта отец и так карта отец сюжет для карты взят из картины теодора хигельберга ратник сыном 1832 год картина находится в старой национальной галерее в били берлине и основное значение карты это олицетворение людей практических целеустремленных надежных прирожденные лидеры рациональные умение доводить все до конца отстаивать свою точку зрения и интересы конечно карта отец говорит о семейном положении это женатый человек имеющий детей ответственность и с честью и с почестями несущий эту ответственность и гордо пор поднятой головой гордиться своими детьми карта отец будет говорить также о том что предполагаемое дело надо делать именно сейчас не откладывая а все проблемы нужно решать также без задержек подскажет вам еще о том что возможно если вам будет нужна помощь это будет помощь как раз таки от взрослого состоятельного мужчины который практически вам годится в отцы а а возможно это и сам отец ваш отец и вам нужно будет к нему лично обратиться за помощью он подскажет вам истинное решение карта будет указывать на возможность долговременных прочных стабильных отношениях основанных не только на какой-то романтической влюбленности сколько как раз таки на дружеском расположение взаимном уважении почтение карта является свидетельством бытовой устойчивости семьи материальной какой-то стабильности отец вообще признак образования союза в котором женщина получает заслуженное внимание и естественно заботу со стороны мужчины где с ее мнением считаются вот такая карта у нас отец следующая карта у нас идет эта карта отъезд вот такая карта отъезд и сюжет для карты взят из картины блудный сын отъезд из дома отца величайшего художника мурилья братанелла картина находится в дублине в национальной галереи ирландии и основное значение этой карты будет заключаться в том что скорее всего что вам для того чтобы в вашей жизни наступили перемены вам нужны путешествия вам нужна командировка вам нужна поездка вам нужно поменять место дислокации потому что там именно в далеких краях а возможно и не в столь далеких края краях возможно это какая-то просто область может быть для вас именно там вы реально можете принять правильное решение найти ответы на вопросы и там вы не только найдете ответы на вопросы но еще и в отъезде вы сможете понять на расстоянии насколько например отношения безнадежные вашей семье насколько они требуют реабилитации и возможно это реабилитация вообще насколько осталось то дорого дома от которого вы можете уехать насколько этот отъезд вам нужен и того чтобы посмотреть на ситуацию немножко с дальнего расстояния еще это отъезд может говорить о командировках которые последующем вам дадут новые возможности для реализации ваших материальных планов для того чтобы вы на дальнем расстоянии смогли понять насколько работа вам интересно возможно именно в отъезде иногда у вас приходят новые мысли карта отъезд может показывать и романтический отдых тогда когда это просто необходимо вот эта смена обстановки для возрождения каких-то новых отношений новых чувств возможно даже карта отъезд может вам подсказывать и намекать на то что уйдя от предыдущих каких-то неправильных видений совместной жизни уйдя вот вот в это вот не всегда физическое путешествие реально понимаете что картина может поменяться если вы посмотрите на это совсем другой стороны карта отъезд это вам совет уйдите от этой ситуации на какое-то время отойдите для того чтобы здравомысленно посмотреть и рассчитать все на расстоянии все лучшее и адекватное видится на расстояние вот об этом будет карта отъезд следующая карта 78 78 карта эта карта палач сюжет карты взят мной из картины величайшего русского художника или ефимовича репина называется работа николай мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных на этой картине мы видим начавшуюся казнь и палач замахивается мечом чтобы отрубить голову арестанту в кандалах пожилой мужчина пытается помешать ему два других арестанта удивленно смотрят на происходящее и причем выглядят они довольно странно один из них одет в розовое платье и конечно сюжет произведения появился у автора спонтанно в ходе работы над портретом николая чудотворца в этом было написано немало статей в начале мастер рисовал лик в стиле иконописи и потом увлекся и создал большую картину вот с таким драматическим сюжетом и сюжет полотна имеет историческую подоплеку вообще был взят из византийской летописи и как раз таки он основан на истории из жизни николая чудотворца который узнал что трое невинных людей осуждены на казнь из-за подкупа и святой конечно тут же пошел на место казни и смог остановить его и именно этот момент и изобразил на своем полотне я ефимич репин значение карты в первую очередь карта показывает что вы можете оказаться как в роли палача так и в роли спасителя а также и в роли жертвы все зависит от поставленного вопроса соседних карт которые проявят ситуацию в целом что же делать в этот день скажем так когда выпадает такая карта важно быть выше пересудов сплетен разговоров о другом человеке критику стоит придержать что нужно понять важно понять за что мы критикуем окружающих людей обычный человек видит в другом недостатке который не хочет замечать у себя чему мы можем научиться сегодня это подходящий день чтобы научиться позитивным разговором и нужно уходить от интриг и уметь избегать острых углов какой мотив основной мотив это сознание собственной непогрешимости самоутверждение через осуждение других и за счет этого оправдания собственных просчетов и ошибок вот вместо соседательной работы человек ищет виноватых и навешивают ярлыки то есть это тоже может быть потому что на картине у нас по за счет подкупа могли пострадать невинные люди что касательно результата достижения не будет осуждение других людей которые добились успеха отношения в отношениях нет гармонии в них много предвзятого обмана предательства лукавства нечистоты бизнес и работа финансы состоянии скрытой вражды интриги клевета сплетни и злословие зависть это все будет мешать нормальному ведение дел суета склоки какие-то пустые разговоры совет совет по карте если вас приперли все-таки к стенке бесполезно отпираться признайте свои ошибки обоснуйте свои действия оправдайтесь найти союзника в стане врагов своего врага будет очень сложно вот об этом идет у нас карта карта палач далее семьдесят девятая карта карта плодородия очень мне нравится эта карта и сюжет взят мной для этой карты из картины диметра говарда дэвид джонсона американского иллюстратора и художника исторического религиозного и мифологического искусства он работает в различных смешанных средах сочетает в себе и традиционный стиль и методы с цифрами цифровыми техниками но вот эта вот картина мне безумно понравилось я сразу решила что именно эта картина это будет картина плодородие диметра опекает все живое на нашей планете и она считается дарительницы урожая хранительницы жизни на земле она научила людей земледелию научила благоустраивать жилище так чтобы людям никогда не пришлось возвращаться к кочевой жизни конечно значение основной карты плодородия это выражает идею соединения противоположностей мужского и женского начала однако женское начало все равно будет преобладать по этой карте это плодородие физическая духовная творческая сила достигшая какое-то осуществление соседания новая жизнь плодовитость изобилие материальное благо предвещает определенную стабилизацию в домашних делах успех в различного рода творчестве карта плодородие символизирует бесконечную милость и заботу самой природы о вас так будьте благодарны за ее щедрость согласитесь тем что если когда-то от вас потребуется помощь именно природе то вы не должны оставаться безучастным ключевые слова по этой карте конечно продуктивность творчество плодородие процветание чувственность идеи художественные проекты обновления воспитания детей любовные отношения все это плодородие вот такая великолепная карта и последняя карта на сегодня это карта потомство вот такую интересную картину взяла я для карты потомство здесь у нас львица и три маленьких львенка карта конечно характеризует гадающего в первую очередь как очень мудрого человека который обрел покой длительное дело увенчалась успешным разрешением в семейных делах это полная стабильность отличные отношения между детьми и родителями старшими младшими поколениями наступает благоприятное время для развития и в духовном плане есть вероятность что проявится умение которые передались вам по наследству партнер с которым вы сейчас в отношениях откроет для вас новые возможности новые горизонты научит жить по-настоящему красиво поможет расти как личности в духовном плане в том числе есть вероятность что карта вам выпала в знак того что будет скоро свадьба брак будет очень выгодным с одной стороны с другой стороны дело может быть не только в финансах но и в престиже и в громкой фамилии семьи и вместе вы сможете добиться очень многого карта может говорить еще о том что вы недавно начали такой проект который в скором времени принесет вам плоды отличным решением будет организовать семейный бизнес изначально прогресс будет медленный также как растут дети медленно все равно вы придете к стабильному успеху необходимо конечно уделять больше внимания близким людям оказывать им помощь доверие поддержку необходимый момент эта карта семейства передачи разума от уже взрослой самостоятельной личности к потомству и то как вы будете воспитывать свое потомство какие такие же плоды вы пожмете именно вашей семье вот такая карта потомство сегодня я вам рассказала о значении картах моего оракула в которую я вложила частичку своей души оракул судьба в моих руках рассмотрели очередных 20 карт еще расскажу что в колоде у меня написано вот такая книжица где каждая карта описана ее история создание картины автор картины сюжет который взят для той или иной карты и естественно значение карт об остальных картах мы будем рассказывать и говорить с вами в следующих моих видеороликах всего вам хорошего до новых встреч с вами была селена ирис